ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Начнем, негодяи! Высыпем это зерно! Босс хочет, чтобы здесь стало так же пусто, как в моей голове. И так же быстро, как он усаживает свой зад в кресло. Да, и еще! Заберите отсюда все сено! Все будет исполнено точно так, как запланировано, Ваше Чудовищное Величество! Да, все бесплатно. И все по графику. Еще несколько минут, чтобы забрать зерно, несколько секунд, чтобы забрать сено. А теперь... Ай, как всегда, неизбежное появление хвастливых мышей-рокеров. У-ху! Ха-ха! Герои прибыли! А, черт, вряд ли нам удастся пробиться сквозь такую толпу. Значит, остается одно! Пролететь над ними! Доктор, пора! А-а-а-а! Прощайте, мыши-рокеры! Майкер Майсер 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 М Субтитры делал DimaTorzok Летучие мыши Автор сценария Боб Форвард Композитор Уилл Андерсон Режиссер Том Татаранович Ой, мама! Молодой, помоги! Дор! Дочка! Моя гордость и радость! Что? Черт бы побрал этих антропомортных тварей! Быстрее! Даем сигнал к поспешному отступлению! Мы всегда пропускаем самые интересные! Ушевеливайся! Мне это не нравится, мистер Лимбургер! Ну и ну! Видите? Большая вонючка удирает! Догоним! И поджарим этот сыр! На счет три! Раз, два! Три! Спусковой палец заело! Прекрасный ветерок! С порошной удовольствием! Что ты делаешь, кретин? А-а-а-а! Смотрите, братья, летающая рыба! Да это, Крэх, рыба-дефицит! Да, особенно такая крупная! Все зерно снова в бункере! Там его родное законное место! Мы сделали все как надо! Пожалуй, я еще немного отдохну! Воистину! Я сильно потрепанный жизнью рыба! О-о-о! О, горе! Горе мне! Хе-хе-хе! Что? О-о! О-о-о! Наш президент сделает с меня чешую, если я не смогу доставить ему зерно и сено! А может быть, вам лучше раскошелиться и все это купить, ваше ароматное пастеризованное молочное? Нет! Нет! На ремонт и модернизацию оборудования после налетов этих гуманоидных хомяков я и так потратил несколько состояний! Если бы я только мог как-то от них избавиться! Так, извините, босс, но, по-моему, я честно заслужил отпуск! Что ты тут болтаешь? Трусливая мазутная лужа! Ну, вы понимаете, я хочу в отпуск! Он на природу! Там свежий воздух и фиолетовые горы и яркое солнце и... и янтарные волны зерна! Вот тебе мой ответ! Так, в чем же дело, босс? Каким образом можно заполучить зерно и сено для плутарка и не столкнуться с этими злобными полевками-рокерами? Закрывайте свою чудовищную фабрику, доктор, и продавайте башню! Отныне заводы лимбургера переводятся в Канзас! Хе-хе-хе! Ах, Канзас! Хлебная закрома всей нации! Скоро все это зерно станет моим! Сначала пшеница, потом овес, потом всякие бобы! Бобы? Нет, босс, это уже слишком! А, и как только зерно будет отправлено на плутарк фермеры обанкротятся! А значит, гектары некогда зеленеющих фермерских угодий можно будет купить за гроши! И вскоре все это на крыльях понесется к плутарку! Ха-ха-ха! Да! Здорово! Отличный план, босс! В этом есть какое-то дьявольское изящество! А главное, наша неприступная крепость расположена на большой высоте! Если даже мыши-рокеры нас обнаружат, им на их жалких мотоциклах сюда не подняться! Ну, твои бандиты готовы лететь, а? Мы ждем ваших приказаний, босс! Тогда вперед, мой мальчик! Лети! Во имя процветания Плутарка! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Осторожнее! Не брызгайся, вонючка! Ха-ха-ха! Что это такое? Ха-ха-ха! 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 Дори Дидл ведет передачу из кондакса из самого сердца страны. Фермеры сообщают о таинственном исчезновении из полей всего урожая зерновых. И, друзья, послушайте! Не могу понять, что случилось. Выхожу утром на свое поле, а на нем ничего нет, а в воздухе какая-то вонь. Вместе запаха тухлой рыбы и тухлого скунса. Римбургер! То-то его в последнее время не было слышно. Он опустошает хлебный поле Канзас. Обратите внимание, братья, он это делает с высоты, с воздуха. Думаю, нам надо оборвать плавники у этой противной Камбалы. Идея неплохая, но как мы это сделаем? Да, большой сыр в тысячи миле отсюда. И к тому же на недоступной высоте. Ну, я тут кое над чем работала. Правда, это еще не проверено и может быть опасно. Опасно? Не смеши, дорогая, будто это кого-то пугает. Хе-хе, показывай, детка. Хе-хе, проведем испытание, во как! Вот грубое, совсем забыла. Вы же любите совершать подвиги. Опять вам удалось меня уговорить. Дорогая, это самый безопасный вид путешествия. С тобой не может быть безопасно! Пап-пап, 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 пап-пап. Пост по ветру распушит, мы, широкеры, летят. Смело зло предотвратим, справедливость защитят. Росель, Мода и Бенсент вам на выручку придут. А пока они летят, дружно, весело поют. Три рокера-призрака приближаются к высоте перехвата, ваши зловонные сырности. Взорвать их! Неужели невозможно избавиться от этих вредоносных паразитов? Чумозоид! Взлет! Взлет! Вот это путешествие! Надо было захватить с собой пакет на случай воздушной болезни. Держись за меня покрепче, дорогая. Скоро уже прилетим. О, я надеюсь. По-моему, надо менять курс. Над нами бандиты-чумозоида. Зарвать этих грязных летучих мышей. Пора переходить к испытаниям в бою. Да, но сначала надо бросить балас. Ну, я тебе еще припомню, Мини. А теперь, парсер! И вперед! Что это? А-а-а! Ну, летучие крысы, вам это даром не пройдет. Дырки, как в швейцарском сыре. И чумозые летчики у нас на хвосте. Бонзай, летучие крысы. Не терплю, когда у меня сидят на хвосте. Сделаем им предупреждение. Да! Прыгайте и раскрывайте парашюты. О, так вот, куда я положил свой ланч. А-а-а! А-а-а! Это еще что? А-а-а! И верни смущенные тобою души, жаждущие свободы! А-а-а! А-а-а! Привет, дорогая! Тебе не надоело, что я тебя постоянно спасаю. Сбросишь меня еще разочек, и придется спасать тебя. О, все обещание да обещание. Хватит, братья, давайте приземлимся и займемся ремонтом наших машин. А как же чумозой? Ничего с ним не случится. Да, его ожидает встреча с родственниками. О-о-о! О, будьте вы прокляты, грызуны из Красной планеты! М-м-м-м! Черт! Я так давно работаю с восемь, что от меня уже пахнет, как от него. О-о! А что, если это сладостный запах успеха? Ах, когда-нибудь будет покончено с этой вечной помехой! Карбокку! Вы мне гудели, моя сирена воздушной тревоги. Хорошо бы создать самолет, который не смогут сбить эти чертовы грызуны. О-о, ваше желание для меня, приказ вашу облачность. Знаете, здесь можно кое-что усовершенствовать. Да? Хорошо бы улучшить радиоприемник. А то у меня ловятся одни унылые песни в стиле кантри. А теперь сообщение для всех фермеров. Поинственные исчезновения урожая зерна начались на границе графства Унгар. Похоже, что эта скользкая вонючка возобновила свою подлую деятельность. Значит, нам надо лететь. Отлично, форсажные камеры готовы. А теперь форсаж! И вперед! На этот раз у Лимбургера наверняка должна быть парочка тузов в рукаве. Поэтому мы должны рассчитывать именно на новые усовершенствования. У меня здорово получается. Босс будет мной гордиться. Клети. Да что же это такое? Еще парочку, и я стану знаменитым асом. Хотя для меня это просто формальность. Вперед, братья! Ах, опять! Похоже, мыши-рокеры снова пытаются оспаривать мое господство в воздухе. Покажите им, как они ошибаются, дорогой доктор. С удовольствием, ваше небесное владычество! Хе-хе-хе-хе! Вперед! Летят замечательные люди! Замечательные мыши! О, да! А разве можно сравнить небо с автострадой? Ни деми светофоров, ни запрещающих знаков, ни ограничений скорости, ни полицейских блеск! Это что там такое? Это, братец, неприятный сюрприз от Лимбургера. Большой сюрприз! Сильное завихрение! Попробую его разогнать! О, я весь ваш! А, промахнулись! Никто не щадит мои чувства! Не вышло! Эта штука защищена путаркистской броней! Ага, вы уже сделали свой выстрел! Но держитесь, теперь моя очередь! Ю-ху! Будьте спокойны, друзья! У капитана Винни все под контролем! О, что это? Подбили? Хорошо, что я это придумала! Ребята, уносите свои хвосты! Согласен! Назад, ребята, на базу! Приятно слышать, когда она так с нами разговаривает. Ха-ха-ха! Ха-ха! Успех! Победа! Ха-ха! Как долго я ждал этого момента! Я сделал гениальное изобретение! Поздравляю, мой дорогой доктор! Очень своевременно! А теперь займитесь урожаем! Вы слышали, бандитская эскадрилья! Давайте собирать зерно! Ах, какой прекрасный золотистый каскад краденой добычи! И самое замечательное, что пока в дозоре наш помешанный доктор Карбуркул Эти летучие лисицы наконец-то не смогут нам помешать! Канзас будет моим! 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 О, как гениально! Я все придумал! Это у меня прождет! Ха-ха-ха! Так! Вроде бы получилось! Скорость, энергия и огневая мощь! О, да! Мне нравится твоя стрепня! Но есть и проблема! Какая? Большой расход топлива! Да? Значит, его хватит ненадолго! На сколько? На три минуты полета! Да? На три минуты разделаться с бандитами, взорвать объекты, вернуть зерной фермеров и спасти штат Канзас! Элементарно! Взмакните хвостами, герои! Приготовьте оружие! Порсаж! И вперед! Молодец, Чарли! Здорово! Мышки еще захотели! О, о! А теперь бой! Раз, два, три, четыре! На бой! Мы летим и друзей защитим! Победа нас ждет! Раз, два, три! Пусть пушки гремят, не страшен нам враг! Порсаж! И вперед! На бой! Так, на этот раз парашют у меня с собой! Ха-ха-ха! Ой, кажется, нет! Наверное, пора мне устраивать дни умственной разгрузки! Карбон-кол! Атаковать их! С величайшим наслаждением, Ваша королевская, раздреватая творожность! Сорвать их! Сорвать их! Попробуй, допустим, гостичек, док! Как мне нравится летать! Ненавижу этих хвостатых тварь! Мы это сделали! Мы широкеры в стратосфере! Ха-ха! Не хотелось бы возвращаться, но горючее кончилось! Мотор уже не работает! Будем рисковать! Таран с катапультированием! О-о-о! О, нет! О, да! На счет три, братья! О, да! Раз, два, три! О, да! О, крошка! О, ха-ха! О, ха-ха-ха! О, мое дорогое зерно! О, это катастрофа! О, если события будут разворачиваться по своему классическому образцу, О, значит, следующим объектом станет моя крепость! О, ха-ха! Я всегда любил выходить из боя в Зените славы! Это твой фирменный знак! Должен признаться, что очень рад снова оказаться на земле! Готов спорить, что Большой Сыр сейчас с тобой не согласится! Ха-ха-ха! Счастливого пути! Чего? Здорово, босс! Похудели! И мне нравится запах вашего нового одеколона! Кажется, он называется на вашем день! Фильм дублирован в студии «Портунафильм». Роли дублировали Елена Соловьева, Вячеслав Баранов, Рудольф Панков, Никита Прозоровский, Александр Рыжков, Сергей Чекан, Андрей Ярославцев. Режиссер Ливия Шахалина, автор литературного перевода Наталья Носенко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова